Привет всем добрым людям! С вами Елена и садовая лавка Кьюгарден. У нас новость! У нас появилось настоящее производственное помещение. Даже со своей прилегающей территорией на улице. Можно будет сделать большую мастерскую, можно сделать шоу-гарден и склад под открытым небом. Перспективы пугающие. На самом деле, да, есть немножко такой мандраж, но на самом деле перспективы очень хорошие. И мы очень рассчитываем на то, что мы быстро разовьемся. То есть первые два года, два года назад, 20-26, насколько я помню, июля 2020 года, мы приступили к производству садовых опор. И надо сказать, что мы за два года много чему научились и готовы сейчас уже к новому этапу развития. И решили, что этот новый этап развития мы будем снимать. То есть какие-то события, которые у нас происходят, сделать реалити-шоу. Это будет второй сезон, когда мы начинали. Мы снимали кое-какие моменты. И сейчас я даже жалею, что не все снимали. Потому что, ну, надо было для истории. Сейчас уже так не помнится, как все это было. Но, в общем-то, надо было. И, конечно же, в этом выпуске, да, наверное, во всех выпусках, я буду говорить о том, что спасибо огромное нашим заказчикам. Потому что, когда мы начинали, в общем-то, это было на честном слове. Мы свое слово сдержали. Мы все сделали. И сейчас мы готовы к развитию. И что ж, начинаем новый сезон реалити-шоу. Хроники Кью-Гарден. Краткое содержание предыдущих серий. Что было в первом сезоне, я сейчас, на самом деле, жалею, что снимали немного. Но мы показывали, что мы в своей собственной хоббийной домашней мастерской начали вот это вот производство два года назад. И, на самом деле, я могу, положа руку на сердце, сказать, что если бы мы знали, что так будет нелегко, очень многое осталось за кадром. И мы бы, наверное, даже и не взялись за это. Но мы взялись, и мы справились. Мы развиваемся. За эти два года мы сделали 10 тонн садовых опор. Даже вот, даже я не представляю, как мы вообще все это сделали. Как мы вообще справились. Ничего не умея, не имея никакого представления о металлообработке, ни о сварке, ни о чем. Теперь мы все это умеем, мы можем. И вот сегодня практически мы рождаемся как бизнес. То есть все до этого, до этого это был период беременности, пренатал, да. Мы тут внутриутробно у себя дома развивались. То есть вот сейчас даже страшно представить, что производство по металлообработке, металлообработка, это же сколько шума, сколько грязи. И вот это вот все, вот эти все разработки, да, с нуля. Вообще, на самом деле, еще очень большая благодарность у меня, в первую очередь, конечно, нашим заказчикам. Спасибо вам огромное. Без вас бы мы как бы не развились. И большая благодарность нашим соседям, которые все это выдержали. Понятно, что происходит тут частный сектор, да, тут происходит там газонокошение, там какое-то строительство иногда, что-то еще. Какие-то вот шумы есть. Я думаю, что даже сейчас в камере вам должно быть слышно, что кто-то там что-то делает, строит. Но это уже не мы. В общем, я очень благодарна соседям, что они с большим пониманием отнеслись к нашей ситуации, что они это выдержали, что они нас не напрягали, не ругали, не как-то не... Ну, на самом деле, это действительно очень шумно. Мало того, что мы сами громкие, это еще постоянная работа болгарки, это сварка, это бурное обсуждение, вот это вот все. Это, ну, мы создавали помеху, конечно. Тут уж не поспоришь. Хотя, конечно, мы старались начинать не раньше девяти и заканчивать не позже шести. То есть когда уже большинство людей на работе вечером давали возможность людям отдохнуть от наших шумов, скажем так. Поэтому... И это, конечно, тоже нас ограничивало. То есть вот эта наша ответственность перед соседями, да, и вот этот вот маленький промежуток рабочего времени, то есть никаких тебе двух смен, никаких тебе тут ночных бдений, никаких там творческих процессов по ночам, да, творчество, оно иногда и по ночам приходит. Вот. Поэтому за счет того, что вот это все очень было шумно, нельзя бы этого делать. Сейчас это будет можно. То есть у нас появилась, а, большая территория, б, возможность работать нон-стоп, хоть в две, хоть в три смены, как вот как сможем, так и будем работать. Вот такие дела. Ну что ж, встречайте, первый выпуск, даже нулевой выпуск. То есть мы еще ничего там не начали делать. Сейчас я вам покажу, какое помещение мы себе заполучили. Новая территория. Две сотки земли, где мы планируем учинить шоу-гарден, выставлять наши изделия и складировать наши изделия. С одной стороны будет шоу-гарден, с другой стороны будет склад под открытым небом. Так планируем. Здесь такая бетонная дорога. Сюда можно доехать, заехать и прямо въехать в мастерскую. Вот. А это наша мастерская. Ребят, 300 метров. Представляете? 300 метров. Вообще. Это холодное помещение. 150 квадратов. 6 метров потолки. А там теплое помещение. Два въезда, что тоже здорово. Бетонные полы. А это теплое помещение. Тоже 150 квадратов. Хоть танцуй. Ну что ж. Это нулевой выпуск. Анонс. Будем держать вас в курсе, как мы тут что будем устраиваться. Сегодня по плану сделать первую розетку. Первую розетку. А вон там Максим. Максима, наверное, не видно в свете солнца. Вот он. Макс, маши рукой. Макс. Макс, маши рукой. Вот он, Макс. Все. С новосельем нас. Ну что ж, друзья. Спасибо, что вы у нас есть. И, кстати говоря, это вот помните, я обещала вам, что отчитаюсь, куда потрачены были денежки. Вот сюда они были потрачены. Представляете? Вот так. Конечно, страшновато. Страшновато все это начинать. Это прямо целое производство. Целое производство. Ну, в общем, что? Показала самое главное, да? Будем потом развивать. Развивать и тему на канале, и развивать, конечно же, свою компанию. Вот так вот. Работа здесь. Непочатый край. Мне очень нравится вот эта бетонная дорожка. Это прямо мне напоминает в каком-то году, в 18-м или в 17-м, на Челсе. Один из эко-садов. Победитель был в Челсе. Вот примерно то же самое. Бетонные плиты, поросшие травой. А, кстати, еще я здесь, знаете, кого видела? Испанского слизня. Короче говоря, мне будет чем заняться. Вот так. Вот такие дела. Борщевик. Три метра ростом. Соледага. Мусор. Ивы. Вот это вот жутковатое деревце, которое называется американский клён. Дерево сорняк. Вот оно здесь. Придется как-то его удалять отсюда. Ну, в общем, работа непочатый край. Ну, меня это радует. Меня это радует. Лекарственные травы растут. Все, друзья мои. Камера перегревается. Сегодня очень жаркий день. Ну, что ж. Жаркий он во всех смыслах. Все. Выращивайте сады. Устанавливайте цветам, растениям. Достойные опоры. И будьте счастливы. Ваш Клифф Гарден. Пока-пока.